В прошлый раз здесь накопал 10 советских монет Вот тут, представляете, 10, даже больше 10 Правда, они все были с дырками То есть использовалось как украшение где-то Так вот, собирался сюда прийти после культивации Но сейчас уже осень, а культивация не сделана Следовательно, можно сделать вывод, что это будет чистый бар И культивировать его будут только в следующем году, представляете? Поэтому я хочу сейчас добить это место Вот с этим вот металлоискателем В прошлый раз я ходил здесь с Fankish 540V мультичастотным прибором Это у нас прибор дешевый, одночастотный, да еще и катушка маленькая Поэтому не знаю, какие находки будут Если будут, я вам покажу Вот следы, кстати, коп Монета, 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 поняли, да? Вот еще монет Вот такой вот был коп Посмотрим, что найду сегодня Смотрите, как просто снимается блок Правда, надо откручивать кабель В отличие от OREX, но Все равно удобно, можно Заносить домой для зарядки только блок Не обязательно снимать Вот снимать, говорю Не обязательно заносить Весь металлоискатель Аккумулятор тут несъемный Литий-ионный, встроенный Поэтому то, что блок вот так легко снимается Это очень круто Так же легко вставляется Но само не выпадает Ну, можно еще, знаете, шуру прикрутить Там снизу где-то Тогда так быстро снять не получится Ну, если это вдруг выпадать будет блок Ну, пока не выпадает Надо именно толкать Ну, на OREX примерно так же Легко снимается и вставляется Но там болт уже прикрутить нельзя Кроме того, там кабеля даже нет Представляете? Блок, если вот так вот выпадет Потеряешь его и все Нет у тебя блока от металлоискателя Первый цветной сигнал Да и, в принципе, первый сигнал, который я буду копать А копаю я только цветные На TX850 это примерно 53-54 Рубль-ходячка может быть, к примеру Или рамочник советский вполне Я думаю, будет монета в любом случае Потому что сигнал все же четкий Явно что-то круглое будет Если и проволока, то это какое-то маленькое кусь По проволоке будет Выкопал Такой сигнал стал в 100 разу яркий, да? В режиме парк звучит вот так вот В режиме поле так Озвучка разная В разных режимах Ну, а теперь давайте убедимся в том Что это монета Ах, а стройку от помех надо сделать Иначе он видит пинпоинтер На третий канал надо поставить Видите, монета Притом с дыркой Да Прямо как в прошлый раз 20 копеек, наверное, будет 1957 года В прошлый раз тоже много было их А нет, это 15 копеек Год мы разглядеть не сможем Потому что отверстие сделано почему-то снизу В прошлый раз я тоже нашел одну монету С отверстием снизу Но у всех других монет было как положено Отверстие сверху Сохран монет ведь хорошие, но они все дырявые Первый сигнал и сразу монета Повезло, вы думаете? Нет На самом деле, как я уже сказал, я знаю Я знал, куда иду Потому что я знал, что здесь В прошлый раз были находки Я их не до конца собрал с Ванкишем Потому что Ванкиш меня просто выбешивает Знаете, я не могу с ним долгое время ходить Поэтому я оставил это на потом И вот первый сигнал и сразу монета Удивительно просто на первый взгляд Но на самом деле это не так Просто я уже знал, что здесь будут монеты Я не удивлюсь, если еще штуки 5 найду Я же туда даже не ходил Может там еще надо походить Кто его знает Но я думаю, кто-то здесь просто какое-то украшение потерял И оттуда эти все монеты А это сигнал уже С очень высоким VDI Но тоже может быть советская монета Три копейки, к примеру На TX850 это примерно 68-69 В прошлый раз я три копейки вроде как не находил Поэтому, скорее всего, будет пробка или проволока Выкопал И заметьте Вода немножко поменялась Это говорит нам о том, что он, скорее всего, будет не монета Ах, канал забыл переключить Канал забыл переключить Плохо то, что канал надо постоянно переключать При каждом включении он сбрасывается Вот такая вот Алюминиевая штука была Сейчас попробую канал переключить, чтобы помехи пропали Для этого Мы заходим в настройки Находим канал Вот И переключаем примерно на третий Потише стало А на первом? На первом тоже так же тихо Будем ходить на третьем канале А это уже сигнал медной монеты Вполне может быть пробка Но в любом случае надо перепроверить Особенно если учитывать то, что рядышком лежит бутылка Вон она То получает очень большая вероятность, что это будет пробка Но в любом случае надо проверять Может быть пуговица Может быть Что еще может быть? Кольцо какое-нибудь алюминиевое Даже может быть просто какой-то мусор Опа, во А это монета Не уж медная монета будет Реально, смотрите Сейчас будет медная монета Да, это монета И она не может быть советской с таким вот, да Она может быть либо серебряной, либо медной Но судя по размеру, это медь Это вот реально неожиданная находка, конечно же Найти медную монету я не рассчитывал А это и не медная монета, прикиньте Это что-то такое странное Это какая-то алюминиевая штука Она легкая Это алюминий, да Это алюминиевая штука, короче Какая-то алюминиевая монета Сейчас почищу и посмотрим поближе Почистил и вот так она выглядит Не знаю, что это такое Но написано Би Фенинг 1927 года, представляете? Ну вот по ощущениям это какая-то фуфляшка Потому что легкая И скорее всего это какая-то игральная может быть монета Не знаю Ну первый раз такое нахожу Ну опять же, видите, она с дыркой То есть ее использовали как украшение Но такое я никогда не находил Ну наконец-то первая проволока Все сигналы снимать я показывать не буду Ну только четкие буду снимать Здесь сигнал был не четкий Сразу было понятно, что не проволока Но в принципе копать нужно все сигналы Потому что может быть и монета Как-то на ребре она стоит Или рядом с каким-то мусором Тоже сигнал может колбасить Изначально сигнал был не четкий Выкопал стал четкий Как первый сигнал Неуж будет опять 15 копеек Но нет, видите, проволока На проволоку четкий сигнал Это как понимать? Притом проволока даже не круглая Но изначально, говорю, сигнал был не четкий Поэтому я его не заснял Очередная монета Но сигнал стал четкий Только после того, как я выкопал В один в один Как пробка, говорю, проволока звучала Да я тоже выкопил проволоку И после того, как выкопал Сразу VDI стал 25 И здесь тоже точно так же Но на этот раз монета То есть отличить проволоку от монеты непросто VDI плясал изначально О, а это ходячка Это ходячка В прошлый раз тоже находил ходячки Воболь Год 2008 Рядышком есть четкий сигнал Опять такой же примерно Ну, немножко вроде как не дотягивает До 25, да? Почти как вроде 25 Но не совсем 25 Поэтому может быть Будет что-то другое Ну, я тоже ставлю опять же на монету Сигнал-то четкий Должна быть монета Сейчас посмотрим Поменялся ли VDI Не поменялся И мы по звуку уже понимаем Что мы объекты выкопали На банкише это понять сложновато А я уже вижу, вот она лежит Оказывается И это у нас Кто такой? Опять воболь? Да ну на Леально? Ну-ка Че это? Да, это скорее всего рубль Даже, наверное, чистить не будем Итого у нас 2 лубля Ищем дальше Очередной четкий сигнал 55 56 На 3 с 850 Это 66 Если вдруг кто не знает 66 это может быть конина Или советские Советские 3 копейки Желтые Понимаете? Это очень красивая монета будет Если, конечно, будет монета Сейчас проверим И конина тоже будет неплохо И монета тоже будет неплохо Главное, чтобы не пробка А так, конечно, и пробка может быть Приводом Проволока даже Это просто проволока Смотрите Притом не круглая Не короткая А какой четкий VDI Как это понимать? Ты кого хочешь найти? Опять похоже на монету Притом на такую же, да? 24, 25 Притом, слышите, отклик двойной Это нам говорит о том, что объект лежит наверху Скорее всего, даже копать не придется Ну, в таким водоем у нас и проволок, конечно, вылазил Поэтому не знаю, монета или не монета Ну, на поверхности, конечно же, но копать, походу, придется все равно Немножко надо будет копнуть Иначе видео будет длинным, если мы так будем сидеть, ковырять Еще прикиньте, если не монета будет какая-то ерунда Ага, монета, монета Выковырили монету, видали? О, рубль А нет, это просто мусор вверху лежит Хотя нет, это, наверное, будет рубль Да, пять рубль, блин, сколько можно, а? У нас уже три рубля Вы когда-нибудь видели в жизни, а? Три рубля одной монеты Почему, кстати, нет трехрублевых монет, а? Раньше же были золотые А почему бы нам не походить внутри посадки, а? А я же металлоискатель с маленькой катушкой как раз купил для того, чтобы ходить вот по посадкам таким вот Вот по таким местам ходить И всякий мусор собирать, видимо Тут уже и ветер не такой сильный Вот опять мусор Там во враге, наверное, тоже много мусора Вот так вот здесь походить Поискать, может, что интересное будет А так с полей мы потихоньку будем переключаться Сначала на луга Потом на посадки И уйдем в леса Наверняка там монет Будет немерено И главное У них сохран будет просто обалденный Потому что вы видели, да? В поле даже алюминиевая монета Заржавела, а? Как вам такое? Алюминиевая даже Поэтому в полях ходить, это, знаете Наверное, в пустую тратить время Потому что и сохран монет плохой Да и ветер сильный, знаете Металлоискатель нужен с большой катушкой Тяжелая такая катушка 700 грамм Будет одна лишь катушка большая весить А здесь весь металлоискатель весит 1,2 кг Это, кстати, тоже много для такой маленькой катушки ТХ-850 весит тоже столько же, представляете? Хотя там катушка побольше Кстати, если вам интересно сравнение этого металлоискателя С ТХ-850 Ссылка будет в описании Похоже на подстанову, но Первый сигнал И первая монета 64-65 На ТХ-850 это примерно 72-73 Я даже не знаю, какая это монета Потому что С таким VDI что-то я монету не припомню Такого размера Даже очень странно, что это будет Реально не знаю С VDI 72 на ТХ-850 Что за монета может быть? Я думаю, точно не советская Ну, сектор, знаете, серебра Алюминия Или меди Вот сами смотрите 72 10 рублей, примерно, будет Это точно не 10 рублей Остальное все серебро Ведь даже советская монета Это серебро 10 копеек Очень большие шансы Чтобы серебряные монеты Но здесь просто нет С таким VDI Больше ничего Прикиньте Оказалось 50 копеек Ходячка Счета с таким VDI Я не помню 50 копеек Вот это да Не фуртануло Второй сигнал И вторая монета И по VDI вы уже догадались Какая монета Это, скорее всего, будет Рубль По размеру тоже похоже на рубль По VDI тоже похоже на рубль Это, конечно же, рубль Итого у нас уже 4 рубля Интересно Почему нет монеты В 4 рубля Никогда не видел Может, есть Было пару проволок И еще одна монета И это у нас Я даже не знаю, какая монета, если честно Ну, хотелось бы, чтобы была советская Но это опять ходячка Это 10 копеек Кое-что интересное нашел Правда, не тут А вот там вот Это ловушка для пчел А это Водолбил дятел Как он тут старался Сколько работы Вылез я оттуда И тот у нас цветной сигнал 66 Это опять же 72-73 На 3850 Это может быть 50 Фу, 50 копеек Да 50 копеек Ходячка Или Как мы узнали, да Или 5 копеек советские Ну, они сразу по размеру Большие Желтые Такие красивые Вот я думаю Что будет Очень, конечно, хотелось бы найти 5 копеек Они такие Золотистого цвета Выкопал, не выкопал Выкопал Опа Проволока Притом не алюминиевая А латунная Или медная Это медяха Вот 2-3-64 И это у нас Смотрите, какая интересная монета 50 Не рублей Ой, не копеек Хотел сказать Но 50 рублей 93-й или 94-й год Наверняка Они же тогда были 95-й Да ладно Вот такая вот монета Помните такую монету, нет? Пару метра Еще одна монета Притом Прикол в том Что в ВДА И такой же Следовательно Делаем вывод Что это опять 50 рублей А нет А это не 50 рублей Это что-то желтый Это советская монета Долгожданная Советская монета 5 копеек Видите, блестит как золото Сохран монеты Обалденный Для поля Но только с этой стороны А вот с обратной Ужасный сохран Ну и зато Это действительно 5 копеек 1930 года Вот про такую монету Я вам и говорил Я думаю Коп подошел к концу Вроде немного Походил Вот здесь вот немножко Тут залез внутрь Внутри вот так прошел Отсюда вылез И вот так вот сюда пришел Так вот на это все Я потратил час времени Представляете Как быстро летит время Ссылка на видео Как я здесь ходил С фанкишем 50-40 Будет в описании Всем пока